Если женщина призналась вам, что вы самый лучший мужчина в ее жизни, значит, она прекрасно осознает, что другого такого дурачка ей больше нигде не найти. Вы можете говорить обо мне все, что вашей душе угодно. Вы хоть раз встречали кошку, которую волновали бы мышиные разговоры о ней. Жизнь коротка, и не стоит ее тратить на диеты, на глупых и скупых мужчин и на плохое настроение. Так что же, значит, у вас совсем нет никаких недостатков. В общем, нет. Правда, у меня большая жопа, и я иногда немножко привираю. Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться. Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать. Оптимизм — это недостаток информации. Знаете, всю жизнь опасаюсь глупых людей, а в частности баб. Ведь и не знаешь, как с ними разговаривать, чтобы не скатиться до их уровня. Что за мир нас окружает? Сколько же умалишенных вокруг? А ведь как с ними весело. Безусловно, женщины умнее мужчин. Нет, но вы хоть раз слышали, чтобы женщина потеряла голову от красоты мужских ног? Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты. Если человек тебе сделал зло, ты дай ему конфетку. Он тебе зло, ты ему конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари не разовьется сахарный диабет. Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее — все или семья? Союз глупого мужчины и глупой женщины порождает мать-героиню. Союз глупой женщины и умного мужчины порождает мать-одиночку. Союз умной женщины и глупого мужчины порождает обычную семью. Союз умного мужчины и умной женщины порождает легкий флирт. На красивых женщин мужчины обращают гораздо чаще свое внимание, нежели на умных. И это очевидно, ведь слепых мужчин гораздо меньше, чем глупых. Я не пью, я больше не курю, и я никогда не изменяла мужу, потому что у меня его никогда не было. Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа. Спутник славы — одиночество. Настоящий мужчина — это мужчина, который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. Мужчина, который не помнит дня рождения женщины, но точно знает, сколько ей лет — это ее муж. Все сбудется. Стоит только расхотеть. Почему все дуры такие женщины? Если больной очень хочет жить, врачи бессильны. Я себя чувствую, но плохо. Я заметила, что если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой, морда становится меньше, но грустнее. Женщина, чтобы преуспеть в жизни, должна обладать двумя качествами. Она должна быть достаточно умна для того, чтобы нравиться глупым мужчинам, и достаточно глупа, чтобы нравиться мужчинам умным. Многие жалуются на свою внешность, и никто на мозги. Вот женишься, Алешенька, тогда поймешь, что такое счастье. Я — выкидыш Станиславского. Мысли тянутся к началу жизни, значит, жизнь подходит к концу. Дамы, не худейте, оно вам надо. Уж лучше к старости быть румяной пышкой, чем засушенной мартышкой. Раневскую спросили, какие, по вашему мнению, женщины склонны к большей верности — брюнетки или блондинки? Не задумываясь, она ответила — седые. Женщины умирают позже мужчин, потому что вечно опаздывают. Всю свою жизнь я проплавала в унитазе стилем бутерфляй. Старшее поколение всегда ругает молодежь. Она, мол, совершенно испортилась. Стала легкомысленной, не уважает старших, без царя в голове, только о забавах и думает. Услышав такой разговор, Раневская сказала со вздохом. Самое ужасное в молодежи то, что мы сами уже не принадлежим к ней и не можем делать все эти глупости. На вопрос «Вы заболели, Фаина Георгиевна?» Она привычно отвечала. «Нет, я просто так выгляжу». Главное — живой жизнью жить, а не по закоулкам памяти шарить. Я была вчера в театре. Актеры играли так плохо, особенно Дездемона, что когда Оттелло душил ее, то публика очень долго аплодировала. Я, как старая пальма на вокзале, никому не нужна, а выбросить жалко. Вторая половинка есть у мозга жопы и таблетки, а я изначально целая. Люди сами себе устраивают проблемы. Никто не заставляет их выбирать скучные профессии, жениться не на тех людях или покупать неудобные туфли. Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.